Девушки отдыхают А зачем мне тебя обманывать? Аванс был? Был. Сделаешь дело, получишь остальное. Понял? Девушки отдыхают 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 Нет. Скорее всего, убийца забрал ее с собой. Что-то предусмотрительно. А что там спальня-то нашел? Спальня? Ну что, постельное белье собрал. С биологическими следами страсти. Потом, да, вот. Помаду губную нашел под кровать. Полища, я тебе скажу, там жутко. Видимо, дамочка была приходящая. Соседник какой дамы не видели. Кость, что ты хочешь? Первый этаж. Справа живет глухая старушка, а слева алкоголик. Они даже выстрела не слышали. А грохнуть должно было. Ого-го. Вот из этой волыны его замочили. Отпечатки? Практически нет. Есть один небольшой фрагмент на спусковом крючке, но я боюсь, что он нам ничего не даст. Ты внимание на кровь, обрати. Видишь, она не только по трупам, но еще цепочкой тянется к коридору. Вот я образцы ее и взял. Думаю, что это кровь убийцы. И, возможно, воры. Санитары! Ну-ка, оба сна. Видишь эту коробочку? Она от дорогого золотого портсигары. Ты же не куришь. Я? Нет. Но моему тесте в прошлом году подарили на юбилей точно так вижу. Пробничек женскими духами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Посмотрела. Конечно, убийство. И, судя по следам копоти, стреляли где-то с полуметра, между двадцатью и двадцатью одним часом. Поле в позвоночнике застряло. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты скоро? Не торопи меня. Я не локомотив. Кстати, на ручке двери свежие пальчики. А замок не зломан. Отночка работает? А сейчас проверим. Иди. Говоришь, что он сам начал? Ладно, не ной. Что случилось, то случилось. Что? Одной верёвочкой поязаны. Интересная муссель. Лан, ты знаешь, где и когда. Жди буду. Скотина. И что с вашим подарочком? Сюрпризом, так сказать. Тоже мне сюрприз. Винтовка «Тигр». Калибр 7,62. На пять патронов. И кто рассказал? Да вот она, родимая, и поведала. О, господи. Чего? Вот, получи. Надеюсь, справишься. Куда же я денусь? Про жену погибшего что-нибудь узнал? Заметная фигура. Генеральный директор банка «Финин». 28 лет. Зарегистрирована по тому же адресу, что и убитый. Ее к нам вызвали? В командировке. Завещать сегодня вечером. Секретарша ей позвонила. Осведомила, так сказать. Итак, учитывая разгром в квартире и похищенный портсигар, можно предположить, что мы имеем дело с воровством. Тут два варианта, Галина Головна. Либо это вор, который не ожидал встретить хозяина дома. Либо это гиллер, который специально шел убивать Полуянова. А ты уверен, что это винтовка Полуянова? Ну, конечно. Киллер не стал бы с собой таскать тяжелую винтовку. Он взял бы, скорее всего, пистолет с глушителем. Так, надо выяснить, что еще пропало в квартире. Скоро выясним. Вечером приезжает жена погибшего. Слушаю. Полковник Камышев? Да, конечно, проводите. Да, Иннокентий Леонидович, развлекли вы меня. И часто у вас такие вещи случаются. Да каждый день развлекаемся. Ну, у вас-то посерьезнее дела бывают, да? Ой, да что вы, у нас рутина. Улики, улики, факты. Вот с ними и работаем. Да ладно. Я вот недавно читал какой-то справки, что вам подбросили какое-то необычное убийство, сплошные загадки. Да что вы, ничего загадочного. Вор наткнулся на сопротивление хозяина и убил его. А потом унес какие-то вещи. Я же говорю, рутина. Ну, да, да. Здесь я с вами соглашусь. Соглашусь, конечно. Нет, ну, если бы это была какая-нибудь, я не знаю, любовная история, да, или замешана какая-то женщина. Я не знаю, трагическая любовь. Ничего такого? Ой, только этого нам не хватало. Я же говорю, улики, факты и никаких любовных историй. Да, да. Улики, улики. Ну, вот, собственно, мы с вами, наверное, подошли к моему делу. Я ведь что хочу предложить? Скажите, вот как вы смотрите на то, если мои оболтусы поучатся у вас, как работать с уликами? Я не против. Согласуйте в министерстве и нет проблем. Ага, попался, который кусался. Галина Николаевна, замок открыли, скорее всего, отмычечкой. Галина Николаевна, клиента убили из найденной нами винтовки. Что у тебя? Я вычислил возможного убийцу Полуянова. Его пальчики есть на спусковом крючке. Так, Забродин Илья Денисович, 79-го года рождения. Хулиганка. Опять хулиганка. А вот и кое-что посерьезнее, грабеж. Так, освободился, вот его адрес. Ну что, Иван, можно считать, что это дело почти закрыто. Осталось вот только этого Забродина найти. Забродин Илья. Эй, кто-нибудь номер или марку машины видел? Сравнительный анализ ДНК волос из ванной, следок на простыне и микрочастицы петели на помаде показал их идентичность. Да, это женская ДНК. А кровь на полу принадлежит убитому и еще одному мужчине. Закройте, закройте немедленно. Это мой муж Вадим. Здравствуйте. Федеральная экспертная служба, капитан Котов. Скажите, Илья Забродин здесь проживает? Я Маша Сестраева. Вы так быстро приехали, звонили, всего 10 минут назад. Я вам не звонил. А брат ваш... Как не звонили? Звонили, сказали, что Илью сбил машину насмерть. Чтобы я собиралась обузнавать его тело, что за мной приедут. Может быть, шутка какая-то. Скажите, что это не так. Ну скажите, пожалуйста. Присаживайтесь. Нет. Вы, главное, не волнуйтесь, успокойтесь. А мы найдем убийцу, мы расследование проведем. Вы успокойтесь, главное. Я совершенно спокойна. Вы знаете, мне кажется, его, наверное, Бог покарал. За все. За маму. Она столько из-за него страдала. За меня. У меня ведь... У меня ведь никогда... Никогда не будет детей. Он по пьянке беременную меня избил. Случился выкидыш. Меня откачали, а детей сказали, больше не будет. Меня из-за этого муж бросил. Извините. Все, он. Мой брат. Костя, поезжай из одного Польянова к нему на съемную квартиру. А я поговорю с ней. Есть наш полковник. Давайте знакомиться. Я полковник милиции Галина Николаевна Рогозина. Санитары? Забирайте. Лейтенант. А вы свидетелей допросили? Никто ничего не увидел. Ни номер машины, ни марки, ни даже цвета. Да. Ну-ка, посвяти мне. Вот сюда. Лейтенант, снимай. Видишь? Здесь машина столб задела. След совсем свежий. Так что цвет я могу тебе сам назвать. Черный. И к тому же металлик. Но уже легче. И цвет известен. Не подняться, что машина дорогая. Дорогая. На дешевую машину металлик наносить не станут. Ну, вот, собственно, и все. А здесь мы уже посмотрели. Значит, у него была другая женщина. Выходит, так. Господи, твоя воля. Какой мерзавец. Мы же эту квартиру сняли для того, чтобы он мог здесь писать свою кандидатскую спокойно. Он институт с красным дипломом закончил. Шесть лет отрубил в этой тайге. Охотником, промысловиком. Горностай, куница, белка. Шесть лет, богом, в забытом поселке. В тайгу в августе. Назад в марте или апреле. Зато материала много собрал. Говорил, что пишет что-то по экологии. А вы? Что я? Работала главным бухгалтером зверхозяйства. Дом с огородом. Печи, дрова. Поводу приходилось ходить на реку. Из проруби черпать. А там, знаете, морозы под пятьдесят. Сейчас даже не верится, что я вот так жила. Вы когда вернулись? В июне 2007-го. Два с половиной года назад. Понятно. Ладно, нам здесь делать больше нечего. Еще раз посмотрите, что пропало. Ну, про золотой портсигар вы знаете. Еще было кольцо с рубином. А какие-то особые приметы у вещей были? Ну, портсигара на внутренней стороне было выгравировано. Поздравляю. И дата 17 сентября 2008-й. А кольцо я ему в этом году подарила. Там тоже дата. В комп заложены все данные на зарубежные машины. Задавая скорость движения, компьютер варьирует при этом и данные по той или иной марке машин. Затем воспроизводит цвета на экран. Ну, так скорость может быть разной. Молодец, понимаешь. Это тоже учтено. Машина выехала из-за поворота, а значит скорость у нее была максимум километров пятьдесят. Перекресток равнозначный. Получается бойся угрозы справа. Тут важно скорость снижать, а машина скорость начала набирать. При столкновении скорость была километров шестьдесят. Сейчас это выясняется по силе удара. Ну, так все равно достаточное число машин остается. У тебя компьютер с ума сойдет все варианты просчитывать. Ну, посмотрим. Ну, вот видишь, а ты сомневалась. Вот среди них и нужно искать машину убийцы. Ну что, давайте начнем. Что у нас по пропавшим вещам? Про сигару и кольцо. Докладываю, товарищ полковник. Значит так, разосланы описания по всем скупкам, ломбардам и ювелирным магазинам. Хорошо. Значит, дело можно считать завершенным. Убийца найден, его ДНК полностью совпадает с ДНК, выделенной из засохших капель крови на полу. Также совпадают его отпечатки пальцев. Галина Николаевна, однако за Бродина тоже убили. Вполне допустимое совпадение. Кость, ну слишком уж искусственно выглядит это убийство. Машина въехала на тротуар, совершила наезд, а потом вернулась на проезжую часть. Очень похожая на задуманное уничтожение исполнителя. Ну, во всяком случае, эту машину нужно найти. Да, мы уже сделали запрос в ГИБДД с примерным описанием машины. Там вмятина на бампере, вот удары, и избитая краска на задней левой двери. В чем дело? Я поработал немножко. Компьютер высчитал марки машин, подходящие под описание ДТП. Как же ты это сделал? Ввел основные параметры марок машин, компьютер смоделировал ситуацию и вывел список. Замечательно. 14 марок, 8 лет разлет. Это сколько ж машин у нас получается? Много. Но если взять только те, что окрашены в черный металлик, их станет как минимум на три четверти меньше. Погодите, есть еще одно соображение. Если это не случайный наезд, а спланированное убийство, то убийца, скорее всего, использовала чужую машину. Возможно, он ее угнал. Верно. А это еще больше сужает круг поисков. Вот этим и займитесь. Разошлите список прямо сегодня по всем адресам. Ну и, конечно, надо выяснить, кто звонил Забродину и кому звонил Забродин, особенно в вечер убийства. Этим можно заняться завтра. Вызывал, товарищ полковник? Да, проходи, садись. Звонили из ГИБДД. На кольцевой найдена брошенная машина. По описанию подходит. Сейчас ее транспортируют к нам. Хозяину установили? Хозяйку. Некая Герканова Софья Валерьевна. Девица 20 лет, любимая дочь своего богатого папаши. Кстати, машина – его подарок. Когда угнали машину? Вчера между 14 и 20 часами. Не удивляйся такому разбросу времени. Все шесть часов Герканова находилась у своего бойфренда. День рождения отмечали. Спроси, чей? Чей? Любимого кота бойфренда. Ищешь место для покупки квартиры? Пока не заработал. Пытаюсь уточнить район, откуда за час-полтора до убийства Полуянова звонили Забродину. И кроме того, всех остальных владельцев номеров я выяснил. А вот с этим загвоздка. Сим-карта левая. Номер есть, а владелец неизвестен. А ты уверен, что звонил заказчик? Ни в чем я не уверен. Но попытка не пытка. Вот, в квадрате порядка десяти домов. Искать уже легче. Слушай, а Забродин жил рядом. Сдвинь карту вправо. Точно, это мог быть знакомый Забродина. А это значит его сестра. Могла бы про него все знать. Я звоню Рогозиной. Что за машина вся духами провоняла? Нашел чего? Да так, знаешь, помелче. О, зубочистка. Под ковриком сиденья водительского лежала. Похоже, использованная. Ее в лабораторию отнесу. Давай. А что у тебя? Ну, что, сбоку на бампере вмятина. Ну, правильно. Забродина же отбросила в сторону, а не на капот. А в этой вмятине частицы нитки. Ладенька, ты заканчивай тут, а я к Рогозиной побегу. Вы успокойте ее. Скажите, что нам нужно лишь уточнить несколько вопросов. Хорошо, ждем. Сестру Забродина везут. Хочешь, чтобы я ее допросил? Нет, я сама с ней поговорю. У тебя другое дело. Порадуй. Звонили из кубки. Там у них объявился человек, желающий продать золотой портсигарь. Тот самый. Но они уговорили его подождать эксперта. Так что, эксперт, выдвигайся на позиции. Вот адрес. Слава богу, недалеко. Присаживайтесь, Маш. Вы не волнуйтесь, мы у вас кое-что уточним и отвезем вас обратно на работу. Хотелось бы побыстрее. У нас на три часа назначена плановая операция. Успеете. Один вопрос. Скажите, кто-нибудь из знакомых вашего брата проживает в этом районе? Вы знаете, я плохо знаю друзей и знакомых своего брата. Ну все же, посмотрите. Ага. Это Большая Спаска. Ну да. А вот здесь проживает Валерий. Кто такой Валерий? Валерий Сысоев. Это одноклассник Ильин. У нас с ним даже детский роман был в школе. Я всего на год младше их училась. А еще кого-нибудь можете назвать? Нет. Больше нет. Скажите, а ваш брат и Валерий Сысоев продолжали дружить после школы? Ну да, да. Они встречались иногда. Недели две назад Валерий к нам приходил. Хорошо. Спасибо, Маша. Пойдемте, вас отвезут. Итак, Борис Борисович, вы утверждаете, что все эти вещи вы нашли? Так оно и есть. Я их нашел вчера утром. Везучий вы человек, Борис Борисович. Не особо. Один раз повезло, и то сразу в кутузку забрали. Ладно, оставим ваше везение в стороне. А как вы их нашли? Натурально. В урне с мусором. То есть, вот, поподробнее. Да я же дворником работаю. Ну, начинаю в 6 утра. Ну, там, снег, грязь, листья по осени. Ну, и урны у подъездов. И мусор вокруг них. Понятно. То есть, вы нашли эти вещи в 6 часов утра. Почему в 6? Позже? Урна-то у последнего подъезда стоит. То есть, вы вот так вот просто вот шли, да? И все это вот так вот увидели. Да нет. Я же урну беру и к мусорке тащу. Ну, потащил, я перевернул. А пакет возьми и раскройся. Ну, я глянул. Батюшки святые. В общем, в пакете все и лежало. А вам, Борис Борисович, не приходило в голову, что... Что такие вещи просто так не лежат в мусорных ведрах? Вам не приходило это в голову? Ну, о чем я подумал, уж это мое дело. Валерий Эдуард Ильич Сесоев. Весь как на ладони. Нет, не был, не привлекался. Владеет средней руки торговой компанией. Секретарь же сказал, что на работе его нет, видимо, дома. Вот адрес. Спасибо, Иван. Спасибо. Ты думаешь, частички кожи? Правильно, ДНК. Ну, и теперь заодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Просыпайся. Труп немедленно к нам. Сейчас к тебе Котов подъедет. Угу, давай. Кто на этот раз? Сесоев мертв. Шустав подозревает, что это отравление. Давай срочно к нему. Все, там разнюхайте, каждую пылинку проверьте. Ага, есть. Ой, здравия желаю. Извините. Мою дочь похитили. В зубочистке все понятно. Жевалый мужик по ДНК видно. Кто неизвестно. Все. У меня прикольнее. Смотри. На глачке кожи с колечкой женское ДНК и совпадает оно с ДНК той дамы, что была любовницей Полуянова. Но это еще не все. Пальчик на портигаре совпадает с отпечатками дверной ручки. Что скажешь? Тоже мне. Беном Ньютона. Сам говоришь, дама любовницы Полуянова. И с Лериной постели это подтверждают. Она вполне могла вертеть в руках этот портигар. А эпителис колечко? Полуянос. Поранил ее в порыве страсти. Да пускаю. Но на портигаре лишь отпечатки ее и Полуянова. Если бы убийца унес портигар, зачем ему его выбрасывать? И почему? Его отпечатков нет на портигаре. Стер. Но на портигаре есть отпечатки владельца портигара и его любовницы. Он выборочно стирал. Тогда я вообще ничего не понимаю. Значит, я не одинок. Они были любовниками. Я узнал об этом случайно. Нет, ну конечно же, мне это не понравилось. Я пришел и сказал ей. В общем, она у меня девочка тоже своенравная. сказала мне. Папа, не твое дело. В общем, как отрезала. Короче, они продолжали встречаться. Фаина и вот этот вот Вадим. А в тот вечер она приезжает к нему. Открывает дверь своим ключом. Входит. И видит. И вот вместо того... Вместо того, чтобы позвонить, вызвать милицию, позвонить мне, отцу. Отцу позвонить, рассказать все. Я бы что-нибудь придумал. Нет. Она поступает по-женски. Она забрала все свои вещи. Не все. Под кроватью мы нашли полупустую тугу с помадой. В ванной ее духи. А в сливе несколько ее волос. Да, и на дверной ручке она еще свои пальчики оставила. Я уверен. Я уверен, что вот это похищение связано с убийством этого Вадима. Убит Вадим и на очереди Фаина. Монетая свободная. В комнате все чисто. Зацепиться не за что. Вот только ноубок. Может, наш поколдуй там в лаборатории что-нибудь найдут. Да, труп уже в морге. Может, там определяют, что это все-таки было самоубийство. Угадать мы не будем. Ты внимание обратил на рюмки в шкафчике? А что с ними не так? Ну, в наборе шесть рюмок. Из одной пил покойный. В шкафчике пять. Ничего странного не видишь? Точно. Четыре рюмки в пыли. А, пятая чистая. Возможно, ее вымыли, чтобы стереть отпечатки пальцев. Галя, это отравление. Смерть наступила между 20 и 21 часом. Я от растительного происхождения. Что и требовалось доказать. Галина Николаевна, ДНК с зубочистки полностью совпадает с ДНК с Исоева. Сосоева отравили. Следов практически никаких. И мы снова в тупике. Такое впечатление, что нас кто-то все время обережает наша. Да, и причем этот кто-то явно хороший знакомый Сосоева. Но случайного человека вряд ли будут принимать на кухню. Надо проверить его связи. Может быть, электронная переписка? Да, кстати, а что там в лаборатории? С ноутбуком Сосоева разобрались? Ничего хорошего. Файлы все стерты. Наши пытаются их восстановить, но... Работаешь многостановщиком? Типа того. Помочь? Не, уже не надо. Процесс пошел. Вот теперь можешь помочь. Посмотри почту Сосоева. Надеюсь, пароли взламывать умеешь? Эй, кто-нибудь! Я восстановил записи компьютера. Там ничего интересного. В основном мужик гулял по порносайтам. Занятно. Но есть еще кое-что. Судя по последним бухгалтерским документам, положение фирмы было критическим. И для того, чтобы остаться на плаву, Сосоеву нужен был кредит. И он обратился за кредитом. Угадайте, к кому? Ну, не тяни. Банк Финин. Госпожа Полуянова. Вот проект договора о предоставлении кредита. Вот ее ответ с приглашением на переговоры. Это что, совпадение? Я тоже так вначале подумал, но потом начал копать. Че он копал-то? Оказывается, Сосоев и Полуянова знакомы со студенческой скамьи. Они учились вместе. Вот так. Она ведь мне понравилась. Да? Это еще раз подтверждается, что в женщинах ты ничего не понимаешь. Поэтому до сих пор и не женат. Порхаешь, как мотылюк. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Вы нашли убийцу? Нет, пока ищем. Нам будет очнить некоторые детали. Я уже все рассказала, что знаю. Больше мне нечего добавить. Ну, все-таки, может быть, вы позвольте. Мы в квартиру пройдем. Ну, хорошо. Только побудьте здесь. Мне нужно переодеться. Конечно, конечно. Извините нас. Извините. Извините нас. А размер-то... Размер-то вот этих сапог явно не хозяйский. Ага. Смотри, Кость. Похоже на куртку похищенной дочери майора. Лихая девушка эта. Полуянова. Евгения. Присаживайтесь. Я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, вам Сысоев знаком? Фамилия знакомая. Клиент нашего банка? Ну, и клиент тоже. А вообще-то, заказчик убийства вашего мужа. Вы встречались с ним две недели назад. Ну, однокурсник ваш. Валерка Сысоев. Валерий. Да, я его фамилию никогда не знала. Ну, а что вы с ним разговаривали две недели назад? Ну, неужели не помните? Ну, если не ошибаюсь, он просил крупный кредит, и мы обсуждали условия. Примерно тогда же Сысоев встречался с убийцей вашего мужа, Ильей Забродиным. А после выполнения заказа его убили. Это произошло вчера днем. Вечером того же дня был отравлен сам Сысоев. Ну, что ж, оба понесли заслуженное наказание. А при чем здесь я? Вы плохо протерли вторую рюмку. Мы нашли ваши пальчики. Женя, куда вы? Помолчи, говорю, помолчи. Ты чего и про пальчики заговорил? Так сработало же. Глохни! Тихо, 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 тихо. Живая. Вы являетесь организатором убийства вашего мужа. Убийцы Сысоева. А кроме того, вы похитили Фаину Камышеву. Я не хотела его смерти. Думала только напугать. Чтобы мой муж подумал, что это парень Фаины. Понимаете, я любила его. Когда я узнала о его смерти, я хотела покончить с собой. А вместо самоубийства решили убить других. Я убила Сысоева. Я хотела, чтобы он только напугал моего непутевого мужа. Только напугал, а он убил его. Честно говоря, вашего мужа убил совершенно другой человек. Нет, он убил. Не справился с заданием. Закон тайги. Когда собака становится бесполезной, когда она мешает охоте, ее убивают. Сысоев не собака. Он хуже. Что, не нравлюсь? А мне наплевать. Жаль, что эта девчонка осталась жива. Приди вы завтра, ее бы уже не было. Вы следили за ней? А как вы думаете? Конечно, следила. Я все про них знаю. Откуда у вас яд? Этого я вам не скажу. Даже не надейтесь. Да, я жестокий человек. Тайга научила. Здесь не тайга. А вы несчастный человек. Я сочувствую вам. Не нуждаюсь. Сейчас вас отведут в камеру. Допросы мы начнем завтра. Можете вызвать своего адвоката. Уведите задержанную. Если бы не следы на рюмке, вы бы меня никогда не нашли. На рюмке не было никаких следов. Тварь! Субтитры подогнал «Симон»!